Наверное, не найдется такого человека, который бы не знал Леонида Якубовича, бессменного ведущего «Капитал», шоу «Поле чудес», харизматичного, яркого, талантливого человека с искрометным чувством юмора, завоевавшего любовь миллионов, как советских, так и российских зрителей. Родился Леонид Аркадьевич в 1945 году в Москве в еврейской семье. Еще в школе, принимая участие в спектаклях, мальчик мечтал об одном – стать артистом. Но мечта его осуществилась не сразу. Отец, бывший для парня непререкаемым авторитетом, настаивал на приобретении серьезной специальности, поэтому Леониду пришлось поступить в технический вуз, а потом перевестись в миссии. Тем не менее, он и тут нашел применение своим творческим способностям и стал членом студенческой команды КВН. При том, что после окончания вуза Якубович стал работать по специальности, желание творить все равно перевешивало. Юмористические зарисовки, рассказы, комедийные монологи, чего только не писал молодой автор, причем, его произведения не раз использовали в своем репертуаре известные юмористы того времени, в частности, Владимир Винокур и Евгений Петросян. Кроме того, Леонид начал писать сценарии для популярных телепередач, и даже попробовал себя в качестве актера, снявшись в 1980 году в фильме «Однажды, 20 лет спустя», где сыграл небольшую роль. Все это в целом сделало его популярным в определенных кругах, и в 1991 году ему предложили пройти кастинг ведущего, который был устроен для передачи «Поле чудес». Он успешно прошел пробы, и стал ведущим этой передачи, успех которой был просто оглушительным. Со временем Якубович стал настоящим символом этого проекта, а его имя, несмотря на то, что он преуспел и в других сферах творчества, у большинства зрителей ассоциируется только с «Полем чудес». Что касается другой деятельности, то Леонид Аркадьевич был ведущим и других программ, а во многих из них выступал как автор, вернулся в КВН, но уже в качестве члена жюри, снимается в кино, собрав в своей творческой копилке 40 ролей, играет на сцене театрального дома «Миллениум», а кроме того, занимается продюсированием. Несмотря на то, что Шаумену уже исполнилось 73 года, он и сейчас энергичен и полон сил, продолжает вести шоу «Поле чудес» и регулярно появляться на различных мероприятиях. Если говорить о личной жизни телеведущего, то у него было два брака. Первый раз Якубович женился, когда был студентом миссии. Его будущая супруга Галина Антонова также училась в этом же вузе, но на другом факультете. Симпатичная и интеллигентная девушка быстро покорила сердце Якубовича, и незадолго до окончания вуза они стали мужем и женой. В 1973 году у супругов родился сын Артем, которого записали на русскую фамилию матери. Сегодня Артем Леонидович, несмотря на то, что окончил миссии Академию внешней торговли, поработав некоторое время по специальности, все же, пошел по стопам своего звездного отца, и теперь тоже обосновался на Первом канале в дирекции информационных программ. А с его матерью Якубович развелся в 1991 году, оставив ей с сыном квартиру. Со второй женой, Мариной Вида, сотрудницей компании ВИД, Якубович познакомился в середине 90-х, а во время одной из совместных командировок между ними начался такой бурный роман, что, вернувшись домой, влюбленные уже не расставались. На тот момент Якубовичу было 52 года, а Марине 34, но такая разница их не смущала, и они, хоть и не зарегистрировали свои отношения, но стали жить вместе. В 1998 году у пары родилась дочь, которую назвали Варварой. К слову сказать, Якубович считает, что Марина до сих пор остается для него загадкой, и, может быть, поэтому их отношения длятся так долго, и в них все еще присутствует романтика. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Понравилась статья? Нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно?